Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Риналь Рахматуллин. Речь о сегодняшнем нашем выпуске пойдет на самый широкий круг вопросов. Играем мы по теме «Все обо всем». С истинным наслаждением представляю вам очередную пару наших сегодняшних игроков. Итак, слева от меня сидит юрист на заслуженном отдыхе Гульнара Аукеновна Сейдахметова. Здравствуйте. Здравствуйте. Против вас сегодня сыграет Сергей Рыбак, кондитер. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Риналь. Объясняю вам правило нашей игры. Состоит она сегодня из трех туров по традиции. В первом туре вам поочередно я буду задавать по пять вопросов с тремя вариантами ответа. Ваша задача выбрать тот или иной вариант, который вы считаете правильным. Гульнара Аукеновна, играем с вами. Вопрос первый. Назовите автора государственного герба Казахстану. Варианты. Ескендер Хасангалиев, Шакен Ниазбеков, Жандарбек Малибеков. Именно герба. Именно герба, да. Художник. Именно герб, да. Именно третий вариант. Справляетесь, первый балл зарабатываетесь, чем я вас и поздравляю. Абсолютно верно, это Шакен Ниазбеков. Сергей, играем с вами. Вопрос второй. Наши люди в булочную на такси не ездят? Из какого фильма это цитата? Варианты. Любовь и голуби, Афоня или же бриллиантовая рука? Скорее всего, Афоня. Скорее всего, Афоня. По советским фильмам вы не спец, я так понимаю, да? Совсем не спец. Совсем не спец. Подумайте, есть еще время. Любовь и голуби, Афоня, бриллиантовая рука. Ну, видимо, любовь и голуби. Видимо, любовь и голуби. Нет, дважды мимо, на самом деле это бриллиантовая рука. Играем вновь с вами. Третий вопрос. В каком году Михаил Булгаков начал писать роман «Мастер и Маргарита»? Варианты. В 1920 году, в 1928 или же в 1940 году. Я могу порассуждать слово? Конечно, конечно. Так, учитывая, что там события все-таки после революции. Я складняюсь, наверное, где-то уже. В 20-м вряд ли, потому что революция только-только еще шла. Так. Татянская война. Остается 1928 или 1940 год? Скорее всего, 28. Скорее всего, 28. Абсолютно верно. Действительно, это было так. Вопрос четвертый. Как назывался первый в мире искусственный спутник Земли, запущенный в 1957 году? Варианты. Спутник 1, Восток 1 или Аполлон 11? Тоже можно рассуждать. Первый. Спутник 1. Спутник 1, Восток 1 или же Аполлон 11? Так, я думаю, что это Аполлон 11. Вы думаете, что это Аполлон 11? Давайте порассуждаем. Гонка была между какими двумя странами? Ну, США и Советский Союз. США и Советский Союз. Так. Космическая. Космическая. Так называемая. Аполлон 11. Нет, это лунная программа. Это лунная программа. Значит, оставляем Восток. Нет, на самом деле так и называлось. Спутник 1. Все, все, было просто. Восток 1 это космический корабль, на который мы полетели в космос. Гениально просто так говорят. Играем дальше. Вопрос 5. Назовите имя актера, исполнившего роль отца Индианы Джонса в цикле одноименных фильмов. Варианты. Шая Лабаф, Шон Коннери или же Джон Рис Дэвис? Не всех трех актеров, мне только Шон Коннери знаком. И он уже возрастной. Скорее всего, Джон Коннери. Скорее всего, это Шон Коннери. Абсолютно верно. Вопрос 6. Какой композитор написал казахский вальс? Варианты Латив Хамедиев, Евгений Брусиловский или же Абдимамын Жильдибаев? Казахский вальс. Да, казахский вальс. Абдимамын Жильдибаев, Евгений Брусиловский или Латив Хамедиев? Ну, думаю, Жильдибаев. Думаете, Жильдибаев. Третий вопрос. Третий вариант, да. Почему вы считаете? Тут чисто на веру, на интуицию. Интуиция, да. Казахский вальс, казахская фамилия, значит, что-то аналогия есть, да. Возможно. Ну, я сначала подумал про Брусиловского. Оставляем Абдимамына Жильдибаева. Ну да. Ну да, говорите, да. На самом деле, это был Латив Хамедиев. Играем дальше. Вопрос по географии. Какое озеро является самым глубоким на планете? Варианты. Каспийское море, Танганьика или же Байкал? Ну, это Байкал. Это Байкал. Конечно, это школьная программа. Школьная программа, помните, правильно. Это озеро Байкал. Вопрос восьмой. Вот здесь нужно будет включить. Прям вот не торопитесь. Вопрос немножко сложный. Но нужно будет вспоминать. Именно вспоминать. И тогда это вам поможет. Я видел ангела в куске мрамора и резал камень. Пока не освободил его. Какой был? Да, действительно, это Микеланджело. Варианты были Винсент Ван Гог, Альбрехт Дюрер. Продолжаем эту же тему. Кто является автором картины «Девятый вал»? Варианты Иван Айвазовский, Иван Шишкин или же Иван Крузенштерн? Ну, сразу ответит Айвазовский. Это Айвазовский. Да, известный маринист. Шишкин, Сосновое утро. Пейзажист. Да, пейзажист. А Иван Крузенштерн, это вообще у нас кто был? Капитан. Капитан дальнего плавания. Да. Десятый вопрос, заключительный. Каким термином обозначаются слова, совпадающие одновременно и по звучанию, и по написанию, но различные по значению? Синонимы, антонимы или же аммонимы? Аммонимы. Аммонимы. Превосходно. Есть верно. Антонимы, синонимы, это соответственно... Противоположные. Да, противоположные антонимы, синонимы, это те, которые схожи, но пишутся по-разному. А вот аммонимы, это непосредственно те слова, которые звучат и пишутся одинаково, но разные смыслы имеют. У вас, уважаемые участники, следующая картина. Гульна Раутеновна, у вас 5 правильных баллов. Сергей, у вас 2. Мы переходим ко второму туру. Но это только начало. Это только начало. Сергей, передаю инициативу вам. Во втором туре начинайте игру вы. Правда ли, что собор Святого Петра расположен в Ватикане? Собор Святого Петра. Да, собор Святого Петра. Расположен он в Ватикане. Христианская религия, это она, я говорю, ого, ого, какая. Да, и где ее только не было. Святых и разных было. Конечно, да. Ну, давайте все-таки оставим Ватикан Петр, Святой Петр. Оставляем правду. Или вымысел? Пусть будет правда. Пусть будет правда. Замечательно. Первый балл зарабатываете. Зарабатываете. Играем с вами. Действительно ли Михаил Шолохов получил Нобелевскую премию за роман «Тихий дом»? Да. Да, абсолютно верно. Гульнара Укинона вспомнили. Вспомнили. В 1965 году он ее... Вот года не помню, но я точно точно не помню. В 65-й, вот именно в том году он ее и получил. Зарабатываете очередной балл. Играем дальше. Третий вопрос, Сергей. Правда ли, что Агата Кристи написала произведение «Загадочное происшествие в Стайлзе»? Название «Загадочное происшествие в Стайлзе». Так, я думаю, я вспоминаю «Пять негритят» и так далее. Десять. Десять негритят. Так, думаю, что ложь. Думаете, что ложь. Склоняюсь ближе к тому, что это неверно. Что это вымысел, вы считаете? Нет, на самом деле это правда. Это правда. Это первое произведение, в котором вообще фигурирует Иркюль Пуаро. Маленький бельгиец с очень таким звучным именем Геркулес. Иркюль – это уменьшительно расплоскательная еда. Играем дальше. Вопрос по географии. Действительно ли река Конго пересекает экватор дважды? Так, это Африка, да? Нет. Вы считаете, что это вымысел? Да. На самом деле правда. Два-два-два. У нее изгиб такой, вот оно вот течет-течет. Один раз пересекла экватор, потом повернула обратно и второй раз пересекла. Да. Ну хорошо, ладно, будем знать. Вопрос пятый, Сергей, задаю вам. Актер Джейсон Стейтем сыграл в фильме «Матрица». Это правда? Это ложь. Это ложь. Зарабатываете очередной балл. А в каких фильмах Стейтем играл вообще? Помните? Перевозчик, Неудержимый, Пчеловод. Ли Крисмас, да, в Неудержимых он был Ли Крисмасом. Да, действительно. Это вымысел, зарабатываете балл. Вопрос из истории нашего города. Город Джамбул был переименован в Тарас в 2000 году. Так ли это на самом деле? Они в 99-м. Знаю, что переименовали где-то тогда. 95-й, это еще был Джамбул, 96-й. Допустим, правда. Пускай будет право, правда, в 2000 году его взяли и переименовали в Джамбул. Оставляем, правда. Может, может, да? Я пока не могу сказать, огласить правильный ответ. Ну, пусть будет правда. Пускай будет правда. Нет, на самом деле вымысел. Случилось это в 1997 году. Даже в 97-м? Да, в 97-м. Вновь играем с вами. Племена ацтеков населяли территорию современной Австралии. Это правда? Ну, помню, точно были какие-то там племена. Ну, племен очень много было, да. Они и сейчас, в принципе, есть. Но именно вопрос заключается в том, что именно племена ацтеков населяли территорию современной Австралии. Правда это или вымысел? Ацтеки, если не ошибаюсь, только на территории Южной Америки располагались. Так. Поэтому думаю, что это заблуждение. Думаете, это вымысел? Да, действительно, они жили на территории современной Мексики. Это северная, центральная часть Америки. Зарабатываете бал. Восьмой вопрос. Антонио Вивальди был виолончелистом. Так ли это? Он был скрипачем. Он был скрипачем. Значит, это вымысел. Это ложь, это вымысел. Превосходно. Девятый вопрос. История, в том числе и наша, и всемирная. Правда ли, что Тамерись была царицей саков-массагетов? Так. Массагеты. Если не ошибаюсь, были Саки Хаума Варга. Хаума Варга, да. Парайдария были. Или Парадарая. По ту сторону легида. Да, да, да. И Саки Массагеты. Мне кажется, это правда. Замечательно. Ничего не добавить, ничего не убавить. Правда. И десятый вопрос. Из далекого, наверное, не детства, но... Хотя нет. Почему? Из далекого детства, действительно. Борода пса Артемона, персонажа сказки «Золотой ключик» или приключения Буратино Пудель. Правда ли это? Пудель. Правда это? Пудель, да, правда. Это правда. Правда. Замечательно. Почитываем количество правильных ответов. Второй тур у нас завершен. По его итогам вы немножко ситуацию улучшили. 4-3 у вас 4, у вас 3 правильных ответа, но вы по-прежнему впереди на 2 балла. Впереди нас ждет заключительный третий тур. Гульнара Аукеновна, вновь играем с вами. 10 вопросов подряд задаю вам. Подряд. Да, подряд. Вопрос первый. Назовите автора произведения Тимур и его команда. Гайдар. Гайдар. Превосходно. Какое произведение русского писателя, опубликованное в 1866 году, рассматривает моральные и этические дилеммы через призму нарушения закона и соответствующие последствия? Преступление и наказание. Преступление и наказание Достоевского. Верно. Какой жанр принес всемирную славу Марселю Марсо? Так, он был, по-моему, мим. Да, а значит, жанр? Фокус? Нет, нет. Так, я скажу, Пантомима. Пантомима. Да, это Пантомима. Назовите актрису, исполнившую главную роль в фильме «Молчание ягня». Ой, забыла я ее, как зовут. Помню, как она выглядит. Как она выглядит. Да, помнят, помнят, наверное, все. Это Джоди Фостер. Вот Джоди Фостер, да. Богом чего в римской мифологии считается Марс? Богом войны. Богом войны, превосходно. Назовите писательницу, придумавшую муми-тролей. Муми-тролей, кто же их придумал? Так, это же английская писательница, насколько я помню, к сожалению. Это Туве Янсен. Финская писательница, да, финская писательница, но писала она на шведском языке. Ну, что-то я помню, что это связано со Скандинавией, да? Играем дальше. Какой газ является самым легким? Самый легкий газ? Самый легкий газ, да. Скорее, кто у нас? Нет, не он, да? Ты с опытом химии. Школа закончилась 100 лет тому назад. Не дадите ответа. Ну так, навскидку скажу сейчас, господи. Давайте. Пусть будет не он 2. Нет, это водород. Водород. О, господи. Водород. Водород же, да. Назовите столицу Венесуэлы. А, по-моему, Каракас, да? Правильно. Да. Назовите имя друга Шерлока Холмса, доктора Ватсона. По-моему, если не ошибаюсь, Джон. Джон, не ошибаетесь. Дайте правильный ответ. Кто автор рассказа «Кавказский плене»? Рассказа. Именно рассказа. Толстой. Лев Толстой. Замечательно. Играем с вами, Сергей. Так. Вопрос первый. Как называется кулинарное шоу Рината Акзамова? Так, он кондитер. Так. Нет, не шеф-кондитер. С Иблевым они битва шефов была, да. У самого Иблева на ножах была, а именно у Рината Акзамова, как называлось. Если не ошибаюсь, что это с кондитером сядет. Не ошибаетесь. Нужно назвать, да. Вы практически рядом. Нужно назвать. Так. И раз, и два. Так, ну я не назову точно. Кондитер просто. А, просто кондитер. Просто кондитер, да. На каком музыкальном инструменте играет персонаж мультсериала Губка Боб, квадратные штаны, Сквидвард? На каком музыкальном инструменте? Да, музыкальный инструмент. Он на нем играет, Сквидвард. Ну я предположу, что это бонго, что у нас минок, либо барабаны. Это мимо, да? Как? Ну бонго, либо барабаны. Не барабаны, вы считаете? Нет, на кларнете. На кларнете. Но он играет. Какое знаменитое архитектурное сооружение Парижа было построено в качестве входной арки на всемирную выставку 1889 года? А, ну это Эйфелева башня? Ой, конечно, это Эйфелева башня. Я сначала подумал, 1900. Нет, 1800. Эйфелева башня, превосходно. Назовите исполнителя песни Амбрелла. Только просто песня Амбрелла? Да, кто исполнил исполнительница? Назовите исполнительницу. Песни Амбрелла. Амбрелла. Так, может какая-нибудь Тейлор Свифт? Может быть, где-то нет. Кто еще может быть? Так, Амбрелла, Амбрелла. Что-то знакомое. Так, Леди Гага, может быть? Нет, это Риана. Это Риана. Сколько сторон в кубе? Шесть. Шесть получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, да. Шесть. Назовите имя верховного бога в скандинавской мифологии. Один. Один. Какой актер исполнил роль Эдди Брока в фильме Веном? Или Веном? Это Том Харди. Том Харди. Как называется корабль капитана Джека Воробья? Черная жемчужина. Черная жемчужина. Как называется наука о погоде? Сейсмология? Нет. Метеорология. Метеорология, да. Сейсмология. Это у нас землетрясение. Это гибание земной коры. Назовите имя вокалиста группы 30 Seconds to Mars. Джаред Лето. Джаред Лето. Превосходно. У вас шесть правильных ответов. Достаточно высокие познания, хочу вам сказать. Да, были случаи, когда люди справлялись с одним, двумя, тремя только вопросами. Спасибо нашим квизам, наверное, туда мы ходим. Да, ребята опытные. Да, мне тоже так кажется. Что ж, три тура позади. Переходим к самому главному, наверное, самому интересному, к тому, кто у нас заберет приз. Играли мы, уважаемые телезрители, не просто так, а играли мы на приз, в качестве которого выступает вот такое вот приглашение, пригласительный билет на все спектакли 58-го театрального сезона Жамбулского областного русского драматического театра. По итогам третьего тура у нас по цифрам шесть против семи. И Гульнара Аукеновна выиграла третий тур, выиграла она в первом раунде и получает за игру в целом свои дивиденды в качестве вот такого вот подарка, приза. Как приятно, спасибо. Это вам. Спасибо. Любите театр? Да. На какую постановку последнюю вы ходили и чем она вам понравилась? Анна Каренина. Это была постановка даже, как вам сказать, инсценировка. Я получила хорошее такое вот, осталось такое вкусное. Послевкусие. Послевкусие, как говорится. Да, есть о чем подумать. Захотелось снова достать Толстого, перечитать его, как бы сопоставить с той героиней, которая играла в этом спектакле. Мне понравилось. Я прям, вот хочу сказать огромное спасибо нашим артистам. А я хочу сказать огромное спасибо, в свою очередь, вам за то, что вы откликнулись, за то, что вы нашли время, пришли, сыграли с нами. Превосходно. Вам спасибо, что пригласили. Спасибо моему беззависию. Да, кстати, Сергей, вам тоже хочу выразить огромную благодарность, что вы пришли сегодня, сыграли, поучаствовали. Как говорится, главное не победа, главное участие. Да, абсолютно согласен. Показание новых каких-то знаний. Интересный опыт. Это интересный опыт, спасибо вам огромное еще раз. Уважаемые телезрители, вот на такой вот позитивной ноте наш выпуск подошел к своему логическому завершению. Я с вами не прощаюсь, а говорю всего лишь пока-пока. Увидимся совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...